В далёкие 70-е годы XX века Семён Петрович Данилов привлёк внимание совсем ещё молодого сотрудника издательства «Современник» произведением Кулаковского. По сути, это стало судьбоносным событием для него, а якутская литература – делом его жизни. Я всегда считал Якутию очень благородной страной, хранящей память о всём своём наследии, отстаивающей наследии. Семён Петрович открыл для российского читателя произведение Алексея Елисеевича Кулаковского «Эксюкеляха». Была напечатана, опубликована на русском книга стихов и поэм великого поэта Якутии Кулаковского. Первая публикация на русском языке была сделана мной по совету Семёна Петровича Данилова. Семёна Петровича Данилова Он мне как-то позвонил, вот объяснил, что книга выходит в издательстве, тогда «Советская Россия» называлась первая книга, И что неплохо было опубликовать в газете «Литературная Россия» какое-нибудь произведение с его предисловия. Ну, я уже знал, кто такой и что такое Николаковский. Я понимал, что сложности, ещё борьба не утихала тогда вокруг наследия. Но в Москве-то об этом немногие знали, потому что как-то трудно было представить. И главное, почему такой великий, гениальный поэт всех северных земель России до сих пор лежит на какой-то закрытой поле. Поскольку руководитель Союза писателя Саха-Якутия, человек с огромным авторитетом тогда, с огромным авторитетом порекомендовал, я ни с кем это и не согласовал. Мы напечатали, практически целая полоса вышла, отрывок из этой книги в переводе Соловухина с коротким, но довольно ёмким предисловием Данилова, Семёна Петровича. Потом меня редактор вызывает, проходит какое-то время. Говорит, зачем мы напечатали-то это? Я говорю, а что? Что такое? Ну как, вот звонки тут, недовольство есть. Я говорю, вы знаете, ну у меня козырь, как говорится, был один, я же не стал бы ему рассказывать. И это там, Пепеляев там, ну какую-то всю эту историю уже всем понятно. Я говорю, ну ведь Семён Петрович Данилов рекомендовал предисловие. Я говорю, вы кто-нибудь там ещё позвонит, вы скажите, что обращайтесь к Данилову. Он родоначальник, он имеет право как руководитель и как секретарь Союза писателей России, кстати, имеет полное право распоряжаться своим наследием, родной литературой. Да, 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 ну правильно, правильно. Говорят, вот, мол, ты рисковал, ну не всем особо-то я и не рисковал, и не хочу на себя это брать. Вот. Просто я открыл, вот для себя лично, для себя лично, удивительного, конечно, поэта, который редко в наших 20 республиках российских тогда, редко, как такой вот алмаз можно было найти. Я очень радовался и всё читал. Потом встречался с Георгием Прокопьевичем Башариным в Якутии, в Якутске, у него на квартире. Вот, он мне очень много интересного здесь рассказывал, самый главный борец за наследие был. Роль Семёна Петровича Данилова, как и его брата, заключалась в открытии выдающейся литературы Саха Якутии, всему, считая, через русский язык человечества, мировой литературы. Вот, это очень большая их роль, и всегда нужно об этом говорить. Кроме вот битвы за наследие, была чисто оперативная литературная работа. Здесь мы понимали, с братьями Даниловыми, вот я понимал, совершенно спокойно работали, очень творчески работали, вот, изредка никогда не надоедали. Звонок был из Саха Якутии, и там вот напечатайте там, условно говоря, Николая Босикова стихи, Савва Ивановича Тарасова, ну, Ивана Егорыча Федосеева, ну и так далее. Ведь всех же печатали, публиковали. И мне вот этот потом опыт, с которым я работал благодаря Даниловым, очень пригодился в издательстве, где я тоже возглавлял, перешел в издательство. И вот, понимаешь, я уже знал, кто есть кто в литературе. И я уже издавал книги, уже просто закладывал. Даже не ждал, звонил, вот у меня большая переписка с Сапроном Петровичем. Обсуждали очень неформально, кто над чем работает. Он говорил, вот Далан работает над таким-то романом. Я говорю, можно в план? Мы с ним беседовали, уже почти написал. Я говорю, ну, тогда прямо в план вставляем. Сколько листов там? Пусть заявку короткую напишут. Продолжение следует... Продолжение следует... Работали очень, я повторяю, очень творчески. Большинство произведений, конечно, вышло в переводах в издатель «Современник». И книгу Алексея Алексеевича еще новую издали. Это второй уровень работы с Даниловыми. А третий уровень был чисто человеческий. Решил издать его просто сам. Была серия такая, выходила в Москве. Писатели о творчестве. В основном это для студентов Литинститута, для молодых литераторов, поэтов, прозаиков и так далее. И я подумал, а почему бы не собрать книгу Семена Петровича? Ведь у него же были и статьи, и публицистика, и выступления, и рассказы о себе. Ну, я представлял альбом, потому что я все это читал. Не то, чтобы взять вот из чернильницы придумать что-то. Я уже представлял, что на издание книги хватит материала. И вот благодаря и Ане Семеновне, вдове, тогда она была еще жива, и Сопрону Петровичу, и молодым. Мы эту книгу «Поющая снега» назвали. Я назвал ее «Поющая снега» в память о путешествии. В марте на родину Волаз-Бор, Горный Улуз ездили мы тогда. И это была чисто человеческая акция. То же самое мы как работали над Кулаковским. Там тоже такой же творческий процесс, что добавить, что прибавить, что доперевести, и так далее, и тому подобное. Это даже не дружба была литература, вот сегодня говорят дружба литература. Это было родство литературы. Потому что я всю жизнь, и сейчас до сих пор, еще и утвердился в этом. Вот эта формула взаимовлияния и взаимообогащения, то есть сначала как бы влияние, ну, если не чужую, конечно, но все равно она, как говорится, тюркская, другая, чем славянская. Когда читаешь эту литературу, то происходит, конечно, влияние какое-то. А тогда обогащаешься сам. Это же касалось ведь не только братьев Даниловых, это касалось и Афанасия Николаевича, например, Осипова. Для меня он идеал как художника. И я часто своим землякам, вот на севере, там, в Вологодской области, всегда, они говорят, надоел ты со своим Осиповым раньше, чтобы все в пример ставишь нам. А я говорю, а как не ставить, если человек выразил не просто там пейзажи, как вы пишете, он же не только пейзажи писал. Он исаахи писал, он, понимаешь, лошадок писал своих, значит, якутских. Он сделал весь мир якутской культуры, изобразил на своих полотнах, там, даже фресках, росписи в театре, вот это все. Всех писателей, всех деятелей культуры, врачей там и так далее. Благодаря Осипову созданы образы и якутской земли, интеллигенция и вообще мир знатных людей Якутии, и саха, и плюс еще традиции и истории. Вот это и есть взаимообогащение. Ну, а через романы, например, «Красавица Амга», «Поход в Пепеле», это же интересно. Сапрон Петрович написал о русском Якутии Левине этот роман, об интеллигенции якутской. Сапрон Петрович, конечно, в отличие от своего брата, он был действительно настоящий прозаик. Два интересных, вроде бы, из одной утробы матери, разных человека, типажа различные, типажи совершенно. Ну, тем-то вот они и вошли в историю российской культуры и культуры народа. Сохраняя свою культуру, традицию, вы не выбрасываете вот просто так имена, что вот не хочу и все. Вот он такой-всякой там стишок написал там о первом секретаре обкома, значит, он не поэт. Ну, написал и написал. А может, это хороший человек был и так далее. Может, он с ним дружил, ну что же. Вот. А у нас это вот в русской и в российской литературе часто, вот так сказать, очень жестоко поступает с людьми. Вот, отсеивают. И поэтому у нас прервалась связь поколений. Я вот как бы подпитываюсь, смотрю, и молодые появляются. Гаврила Андросов, потом, значит, вот поэт, хирург из Таты, Слевцов, который учится в литературе. Они уже в русле традиций. Это очень важно. У вас этому очень можно поучиться, очень можно. Я считаю, что вы молодцы в этом смысле. КОНЕЦ москвуян москвуян ухарила ухтабыта ухтабыта кыда нахтымны кыда нахтымны кыгариян 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 бұсты бат бұсты бат түннабыта түннабыта ол болағына қоту муыстақ мора қотуң қолу бұрас муыз қоң югар қорғой осы таммыд аны бейде дүйін кұбылынан бұста-быста салғанан Түміри түміре күелэєн өле өле түлін б бұлând бұққарเогын Көйон-и-хэ циле-рі көйне көйбіттші көләі көремінді көрез біттсі көлен-i-х біттші көремінді кө piorінді көптках Китлэр-и де-дәхтткамн келәне обще replacement н҉в fiberfireн бұ́тқхы бұл, үгүстүсті пқұлады Вы столько настрадались с этими передрягами национализма, уничтожением наследия и так далее, что вы сейчас, и дай бог, дальше крепко держаться в такой культурной традиции. А уж не говоря о том, что у вас и театральная традиция, Андрей Савич, например, ну что уж говорить. У вас есть и живопись, и школа графики была. Вы знаете, вот сейчас, когда страна повернулась к евразийскому началу, такому вот глубинному, который все равно у нас пойдет дальше, то я считаю, что вот клуб писателей, это уже практически здесь мало писателей собирается, поскольку все это на коммерческой основе здесь уже. Если что останется, то останется Евразийский союз писателей в России со столицей в Якутске. Вот останется, понимаешь? И будет не в Москве, как вот сейчас вот союз писателей России, а именно в Якутске. Ну кто написал бы в 90-е годы трилогию о Чингисхане с идеей о том, что нужно хранить, ну, тогда империю, ну, смысл единства вот такое государственное. Кто это? Когда распад был, Николай Лугинов это же написал. Это главная его была идея, что давайте хранить это вот единство. И он написал эту трилогию, отбросив все, когда другие даже рассказы уже не писали. Присажив Ставьте лайки, сука. Минолу, делим нефти. Победай! Победай! Ура! 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 Победай! Ура! 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 Ну это же предугадал человек. Вот он ходит, его, грубо говоря, на руках надо носить. Потому что вся политика сейчас государства именно к этому и сводится. И нужно гордиться, что пророк оказался у нас в Якуции. У нас отношения с Китаем никогда таких хороших, как сейчас не было. Это все, кстати, каким-то образом подпитывается тем же Лугиновым, который блестяще пишет, как он может вообще ухватить вот этого солдата китайского, как бы психологию его. Древности-то ведь хунской, я не знаю сколько там тысяч лет назад, пять тысяч, что ли, лет. Как он вообще его изображает? Как будто вот живой это китайцы-то. А ведь это же практически, понимаешь ли, как фараон. Ну кто у нас фараона может представить живым вообще? Ходит там в своих одеждах. А тут как он живой, сидит этот китайец. Николай Алексеевич, ведущий наш писатель в такой вот большой масштабе Евразии. Как он может вообще вот так писать? Вот даже удивительно, понимаешь, в русской литературе такого нету. Кто у нас о китайце? Никто у нас не писал. Это психология китайцев выведена. Они сами-то, наверное, о себе так не писали, как он написал. Перекресток культуры Востока и Запада очень многое нам даст. Это одно из самых наших привилегий исторических, географических. И, ну, если мы с ним ничего не сможем сделать, то есть вот как бы лежит неразработанный пласт культуры. А мы начинаем работать. Смотрите как, вы же работаете на благо. И очень хорошо, и молодцы. И премьер. Я говорю, вот я для своих северян, вот, жителей, с которыми все время творческой, творческой средой общаюсь, я им всегда Саха-Якутия в примерку привожу. Вот. Потому что у нас видно народ, что ли, культура такая огромная, что если человек рождается пейзажистом, он и остается пейзажистом. Ну, а ты попробуй изобрази, ты ставь перед собой все время такие задачи, как в Саха-Якутии. Вот. Которые, о-хо-хо, в полном объеме. Старайся сделать в полном объеме. Как Афанасий Николаевич Васильевич. Или ты возьми исторические романы, вроде как бы в 20 веке, но напиши, как Сафрун Петрович. Вот. Вот то, что Кварсанах пытается делать, там, соловки, трагедии. Вот. Это тоже в духе Даниловых Кварсанах это делает. Вот. Вот. Как там гиблая якутская интеллигенция. Ну, как солженицем. Вот. Вот. Не знаю, осилит ли она тема-то такая, не женская. Уважение якутского саха народа к своим традициям даст, может быть, и нам, мы обогатимся этим и тоже что-нибудь поймем, что без своего мы миру не интересны. Тут еще вот что, я уж напоследок скажу. Очень важный один есть момент. Вот. Вчера опять показывали, значит, что я новости смотрел по культуре, по каналу Культуры, и сразу выскочили с бубнами в кадры, и сразу бьют в бубны, значит, такие волосатые. Вот. То есть, если вы сами это все как бы выпячиваете, то получается, как какие-то туземцы из Африки приехали. Понимаешь? Вот. Вы наследники тоже великой крестьянской культуры. Вошли в круг, действительно, самых таких необычных мировых культур, где очень много смешан. Вот. Ну, зачем сразу с бубнами-то выбегать, понимаешь? Вот. Зачем? Вот. Вот. Это все надо уважать. Ведь самые мудрые вещи, я считаю, сказал Сарун Амалон, который к концу жизни как раз... Он вообще был, оказывается, очень мудрый человек. Вот я его все вспоминаю. Вот. И его музеи не случайны. Все ведь начиналось так. Ну вот, давайте там типа этнографическое что-то там построим. Вот. Все это все не случайно. Человек, построивший два музея под открытым небом, один сдвинувший это все. И главное. Самое главное же взяло. Самое главное, что есть. Вот. Плюс еще, когда он говорил, что не надо забывать, что мы еще и православные, и христиане. То есть это надо помнить, и это надо ценить. Сергеев Посад, Афанасий Николаевич последние годы жил и работал. Понимаешь? Это тоже не случайно. Это настолько все тонко. Понимаешь? Настолько... Это... Понимаешь? Ну, какой-то период романтики был. Вот прошел вот это, то-то все, пятое-десятое. Когда можно действительно шаманизмом было занимать. Ну, ничего плохого нет. Язычно. Язычно. В русском славянском тоже особо ничего плохого мы не видим. Но все-таки есть же уровень. Понимаешь? Есть критерии подъема. Вот. Есть... Вот. Слои культуры. Вот. Я думаю, все это и понимает прекрасный и великий наш режиссер Андрей Савич. Вот. Тоже понимает. Вот. И мои друзья тоже понимают. Наши вот писатели. И молодежь, может, ваша будет понимать. Молодежь очень раскованная якутская. Я вот сколько-то тут вот так иногда беседу. Вот. Ну, она сейчас везде у нас раскована. Польша сейчас такими занимается, ну, как бы техническими моментами. Так что я вам успехов желаю. Мы как бы... Спасибо. Мы радуемся всему новому, что у вас есть. Спасибо. Вы для нас пример. Вот. Я уже это подытожил. Вы для нас пример. Для русско-российской культуры. Мы продолжаем. Мы продолжаем. КОНЕЛЬТИН.